Здравствуйте! В эфире новости. Пятница, 6 апреля. Что важного и интересного произошло в этот день, смотрите в материалах корреспондентов ОСА прямо сейчас. В начале выпуска коротко о главных темах. Ездим в город, кто к ребятишкам, кто к знакомым, кто к соседям. Вот так вот набираем воду и потихоньку моемся, как в 18 веке, хотя на дворе уже 21. В поселке Горный жители трех улиц уже неделю живут без воды. Проверки в Ачинске продолжаются. Расскажем, какие нарушения нашли в Мега-Сити и Светофоре. Также расскажем и покажем, куда можно сходить и что посмотреть в эти выходные. Всю последнюю неделю мы показываем, как прокуратура и пожарный надзор проверяют противопожарную безопасность в торговых, развлекательных и спортивных комплексах. Но сегодняшняя проверка спасла жизнь человеку. Во время рейда по торговому центру «Калина» проверяющие услышали крики о помощи. Мужчина бился в судорогах под плач и крики своей спутницы. Сергей Борейкин, старший инспектор Пошнадзора и Александр Малышкин, помощник межрайонного прокурора, оказали первую помощь и спасли человека от удушья. Бригада скорой помощи приехала через 15 минут после вызова. О том, как прошла сама проверка торгового центра «Калина», мы расскажем на следующей неделе. А сейчас о жизни в районе. В поселке Горном жители трех улиц уже неделю живут без холодной воды. Съемочная группа телеканала ОСА узнавала, в чем причины. Подробности смотрите далее в сюжете. Нас отфутболили, сказали, что насос сделают, вечером дадут воду. Воды нету по сей день. Три улицы – Солнечная, Юбилейная и Северная – уже неделю живут без холодной воды. С прошлого воскресенья нет воды у нас. То есть в субботу вечером уже начало пропадать, давление уменьшилось, уменьшилось. И в воскресенье вообще стала отсутствовать вода. Нигде не можем никакую информацию добыть, никакая управляющая компания, ни реквизитов у них, никаких предупреждений, ничего не сделали. И вот, считай, уже шесть дней, седьмой день мы без воды. Она появится где-то тонкой струечкой, в полмизинца часа два пойдет и все, и опять прекращается. Во-первых, после этого отключения забиваются все фильтра, все сеточки. Заново приходится все делать, переделывать на унитазе, на кранах. Вот такая проблема. Люди говорят, что предупреждений об отключении не было. Да и в сельсовете они четкого и внятного ответа получить не смогли. За комментарием и разъяснением этой ситуации мы обратились к главе Горновского сельсовета Сергею Мельниченко. Здесь же не какие-то сроки. Если просто поменять насос было, вопросов нет. Но здесь какая-то еще скрытая причина. Либо это очень большой порыв, может быть, где-то на теплотрассе, который не вышел. Потому что вот этот порыв, вот он неделю выходил и вчера только вышел. То есть земля еще подмерзшая, и он не сразу выходит. А трасса лежит в земле водопроводная. Поэтому вот сейчас увеличиваем мощность насоса, чтобы больше воды подавать. И если даже где-то, чтобы промыло, вышло, это невозможно сказать, что... Если бы просто поменять насос, вопросов бы не сказали бы, что в течение дня он всегда меняется, насос. Но тут какие-то еще скрытые причины. Также Сергей Мельниченко рассказывает, что на сегодня на двух улицах водоснабжение уже восстановлено. Школа и детский сад работают в обычном режиме. Без воды осталось только солнечное. Когда же и там появится вода, мы узнали у Владимира Часовских, замглавы Ачинского района по вопросам ЖКХ. В год идут восстановительные работы. По порыву, там порыв сети, давление упало. Сейчас этот порыв ликвидируют. Сегодня вечером, завтра утром у людей вода будет? Конечно. Повторим, что вода у жителей улицы Солнечной, со слов Владимира Часовских, появится к завтрашнему дню. А еще жителей на этой улице беспокоит дорога, которая не видела ремонта уже несколько лет. В этом году ремонт дороги все же будет. Он стоит в планах. Об этом нам сообщил глава Горновского сельсовета. Наталья Солодовник, Вильдан Калимулин. Новости телеканала АСА. После пожара в Кемеровской Зимней Вишне по всей России проходят проверки торговых центров на предмет пожарной безопасности. Ачинск не исключение. Накануне надзорные органы инспектировали торговый комплекс «Мега-Сити», который находится на улице Дзержинского. Сразу скажу, что проверяющие нашли немало нарушений. Закрыто. И я думаю, что сейчас ключ будем искать, это будет очень долго. У нас идет как запасной выход. Ну вот откройте его. Хорошо хотели, да. Хорошо. Эта дверь тоже закрывается. Дверица, кто это почему? У нас это как запасной выход. Здесь же не рабочее помещение. Это не вакуационный выход. Это вакуационный выход. Понятия запасного нет. Это уже фото, который закрыт, потому что... У нас здесь находится товароматериальный... Все имеющиеся выхода в здание являются эвакуационными. Вот это здание, оно закрыто вот здесь, и сюда не имеет доступа никто. Оно не должно быть закрыто. О чем речь идет? К любой двери должен быть бесключевой доступ у посетителей со стороны помещения. То есть, почему мы говорим? Вот здесь мы со стороны помещения должны открыть дверь без ключа. То есть, ну, поворотный механизм должен быть ручной. Вот закроем, все, этого прохода нет, да, к примеру, здесь все горит. Пойдемте попробуем. Ну, то есть, ну, видите, это очень легко. Ну, извините, ребята, тоже как бы своим товаром дорожит. Жизнь людей дорожит, чем товар. Нет, но мы же там не закрыли вам бетонной стеной, чтобы там что-то пройти не могло. Или железная дверь, которая открыть нельзя. Во-первых, расстановка оборудования сделана неправильно. Должен быть основной проход шириной 2,5 метра. У них свои договора. Сейчас пойдемте, я вам покажу вторую. Ну, грубо, 70. Должен быть вообще основной 2,5 метра. Проходы должны быть 2,5 метра. Один основной 2,5 метра. Посмотрите, самая дальняя тупиковая точка, это вот здесь. Там проходов нет. Придется вокруг бежать. А где нетушители у вас здесь? А где нетушители есть? Нет. Значный марш, ничего хранить нельзя. Открывали. Это инструкционный выход. Там работает у них свой вход, они только этим складом пользуются. Еще раз говорю, торговый комплекс – это здание в целом. У нас не комплекс. У нас здание есть. Это торговый комплекс. Он не значится как торговый комплекс. У вас площади большие, наполняемость по площади у вас тут очень большая. Это все, это эвакуационные выхода. Но мы же не можем приступить к чужому человеку в его имущество. Платить вот за эту площадь. Мы хранить свое имущество. На каком основании мы взяли место общего пользования, нас дали в районную? А где там есть? Писали, что это место общего пользования? Это эвакуационный выход, это место общего пользования. Там не написано, что это эвакуационный выход. Это для кого? Но это не написано, что это эвакуационный. Там тоже написано. Еще раз объясняю. Все выхода являются опять эвакуационными. А у вас кто-то ключи украл. Или их туда не просто не положили. Это что за план? Откуда это взялось? Это вообще что такое? Это с какого здания, помещения принесли? Вот это, по-моему, две лестницы. Это у них там выход. Это вот тупиковый у них тут. Так, мостик. У кого у них? На второй этаж. Какой-то второй этаж? Нет. Если это лестница, если мы здесь стоим, где вторая лестница? Если выхода, то вот этих выходов там нет. Там глухие стены. Если это по-второму этажу, вы говорите. И там есть лестничная клетка. И здесь ничего, вообще непонятный. Вот он. Он должен висеть на камбуре, на тараске. Правильно? Если это камбур. Это куда ждало, пошли. Тут вообще, это откуда взберись эти камбурные камбурные. Они вообще не соответствуют ничего. Получается, у нас система сигнализации почему-то работает отдельное охотопоповещение. Еще пожар. 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 Там линия 41, да? Да. А теперь и провер. Сейчас, и разница. Ну, нету включения. Я погашен. Я погашен. Погашен. Включения нет. Вот этот выход, это тоже инкруционный из светофора. Но не в там выход. Не в там выход. И этот тоже. И этот тоже. Проверку магазина «Светофор» мы покажем в выпуске чуть позже. Внимание! В Вачинске открылся филиал тепличного центра «Ясно». Широкий ассортимент теплиц по антикризисным ценам. Улица 5 июля, строение 11Б. Возле магазина «Светофор». Телефон 939-51. Хочешь недорогой и быстрый интернет? Успей подключить. Тариф 2018 от компании «Синт». 100 мегабит в секунду за 1 рубль в месяц. Успей подключить. Подробности в офисе. Первый микрорайон строения 55А2. Телефон для справок 56-00. Размещение рекламы на телеканале «ОСА» выгодно и эффективно. Ролик в новостях социального звучания – лучший способ для рекламы ваших товаров и услуг. Видеоролик с музыкальным или звуковым сопровождением лучше запоминается. А значит, активнее побуждает к покупке. Сюжет в программе новостей повысит узнаваемость вашей компании или магазина. Выбирайте тот формат, который смотрят все. По вопросам размещения рекламы звоните 6385. Телеканал «ОСА». Телевидение с характером. А сейчас рубрика «Откуда руки?». Вот какое видео нам прислали сегодня Ачинцы. Так сегодня работала техника Ачинского транспорта на улице Красного Октября. Поднимая клубы пыли, грейдер сбивал грязь с обочины. Игорь Помаскин, директор Ачинского транспорта, говорит, что это всего лишь была проверка техники. И была она только на этом участке. Позже, со слов Игоря Помаскина, подъехала поливальная машина и рабочие чистили дорогу уже по правилам. Вернемся к теме проверок. Накануне на пожарную безопасность надзорные органы проверили магазин «Светофор» по улице Дзержинского. Это тамбор, который завален. Это Белановская, мы им вообще не пользуемся. Вы обязаны им пользоваться. Они сообщают эти помещения. Он идет не на улицу. Через коридоры на улицу. Там дальше выход. Через коридоры на улицу это является эвакуационная выход. Дверь эвакуационная выхода сколько должно быть? Метр 20. Они же есть, не метр 20. Нет. Открывается у вас одна створка. Здесь на улице, где-то стало с двора. Вот смотрите, метр 20, нет? Еще раз говорю, вот так оно должно быть. Мостую ширину проема. Почему вы вымеряете 1,2, когда у вас ширина проема больше? Да, потому что метр 20 должно быть. Поэтому вот метр 20 держим. Дверной проем не должен быть заставлен. В отряд как идет у вас, если это у вас основной проход, эта ширина, допустим, от сады, то промежуточный еще должен быть. То есть вот там дальше будет? По середине, да. По середине проходит где-то меньше. Ну да, ну хорошо, 10 сантиметров. Но это уже нарушение. Как-то по-другому поставим этот пилет. Вот это бы тоже было брать бы, да? Вот в сторону. Что, доску пюре. Есть, напротив. Где-то должен быть еще один на той стороне. Так, в подсобке раз, два, три. Вот этот есть огнетушитель, этот есть огнетушитель. Вот это я не видел. Если вы выносите, у вас должен быть резерв. На случай перезарядки вы ставите рабочий, вот этот вводит на перезарядку. Не должно быть так, что помещение не оборудовано. Вы тушите его. А что у вас такое количество? Мы еще не приезжали сегодня, каждый день выводят. Смотрите, какая забрузка, даю чё. Сейчас приедут, а не один раз в день приезжают. Это дневная норма? Это дневная. Вчера утром вывезли, сегодня утром еще их не было. В четверг. Давайте позвоним, они вам скажут, когда они выводят у нас. Ежедневно макулатура вывозит. У вас вопросов нет по этому. И оборудование у вас получается, ну, точнее, у вас, телажи ваши. Все верно расставлено, все полицитутно, все верно. Просто вопрос, зачем его сюда спрятать. Даже лучше было на этом столе делать. Это как рекомендация, ладно. Но вы на 90% все равно устранили, молодцы. Но надо это доделать. Да. Обслуживающие здесь. А у них работает. 8 апреля все православные отпразднуют Светлое Христово Воскресенье. По традиции пасхальный стол включает в себя крашеные яйца, куличи и пасхи. В Красноярском центре статистики провели сравнение средних цен по краю между февралем и апрелем этого года. Возьмем основные ингредиенты пасхального кулича и пасхи. К примеру, творог в феврале стоил 410 рублей за килограмм, а ближе к пасхе цена упала в среднем на полтора рубля. Цена на молоко жирностью 2,5% не изменилась. В феврале 1 килограмм сливочного масла можно было купить в среднем за 543 рубля, а сейчас придется отдать на 6 рублей больше. 10 яиц обойдутся потребителю в канун Пасхи в 62 рубля. Сахар и пшеничная мука в цене практически не изменились. Ну а если брать напитки, как правило, на пасхальный стол принято ставить когор. За год его стоимость увеличилась на 1,4%. В среднем по краю цена за литр когора составляет 534 рубля. Напомню, что во время пасхальных богослужений будет полностью перекрыто движение для всех транспортных средств по улице Назарова, от улиц Свердлова до улицы Ленина. Дорожные полицейские перекроют дорогу с 8 вечера 7 апреля до 4 утра 8 апреля. Всех водителей просят скорректировать свой маршрут. А по обещаниям синоптиков погода в эти выходные будет теплой. А значит, нужно обязательно выходить гулять. Именно так и называются народные гуляния, которые пройдут в эту субботу в Парке Победы. Игры, конкурсы и море впечатлений. Организаторы уверяют, скучно не будет. Берите всю семью, друзей и знакомых и выходите гулять. Начало праздника в 15.00. А куда еще можно сходить и что можно посмотреть в выходные, смотрите прямо сейчас. Рубрика «Афиша». Скоро Пасха. А как такой праздник без яиц? Кошкин дом 7 апреля ровно в 3 часа дня начинает мастер-класс по раскрашиванию яиц. Прийти могут все желающие. Вход 100 рублей. Развлекательная программа продлится час. Также будут и конкурсы. Детский развлекательный комплекс «Кошкин дом» находится напротив самолета на втором этаже. Все подробности можете узнать по телефону 6 20 44. А кафе «Сити» в следующую субботу, 14 апреля, приглашает жителей и гостей города на дискотеку в стиле 90-х. Организаторы вечера обещают незабываемые эмоции и яркие впечатления, которые запомнятся надолго. Начало вечеринки в 20 00. Вся информация по телефону 6 20 45. Для любителей искусства Ачинский драмтеатр в эти выходные предлагает зрителям две постановки. В субботу комедия «Два мужа по цене одного». Начало спектакля в 18 часов. А в воскресенье в 12 часов детям покажут поучительную сказку «Праздник непослушания». Подробную информацию о наличии билетов и их стоимости можно узнать в кассе театра или по телефону 7 36 80. А всем, кто любит фильмы в кинотеатре «Эдем», в эти выходные можно посмотреть новую картину режиссера Егора Баранова с Александром Петровым в главной роли «Гоголь, Ви, не выходи из круга». Жуткие убийства в селе Диканька продолжаются. Жертвами загадочного всадника стали уже 11 девушек. Господи Иисусе, чтоб ему черту сын обжег. К тому же в прокате остаются «Кролик Питер» – мультфильм-фэнтези для всей семьи. Первому игроку приготовится фантастический боевик от режиссера Стивена Спилберга «Тихоокеанский рубеж 2». Этот американский фантастический боевик будет держать вас в напряжении до последнего кадра. Кадеты, героями не рождаются. Легендарные пилоты, когда-то были простыми людьми, как и мы. Это были все новости пятницы последнего рабочего дня на этой неделе. Не сидите дома, обязательно сходите куда-нибудь всей семьей. Я желаю вам всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон!